Доставляем слово имам Хаджи, который здесь тоже преподавал. Сейчас, в данный момент, он преподает в Исламском институте вселения Корчалла в Чеченском республике. Я, конечно, несколько раз просил, чтобы меня вычеркнули из этого списка, чтобы я не выступал, потому что мне неудобно было перед уважаемым муфтием и перед уважаемыми алимами выступать. Но все же они решили, чтобы меня вызвать, поэтому, как ребенок просит микрофон, уйти не получится, теперь надо будет что-то сказать, наверное. Поэтому, хотя и трудно выступать, я скажу, наверное, как слова завещания тем, кто с дипломами в руках сегодня должны уйти отсюда, будучи выпускниками. И для тех, кто еще остается учиться здесь. Я, наверное, приведу аят из Корана. Это тот аят, который первый из слов Всевышнего Аллаха, ниспосланный величайшему из пророков Мухаммаду, алейхиссалат васлам. Это слова «Икра». «Читай», сказал Всевышний Аллах посредством ангела Джабраила, Мухаммаду, алейхиссалат васлам. Когда этот Джабраил сказал пророку «Читай», пророк ответил ему «Я не читаю», сказал он. Потом, прижав его к себе и отпустил, снова повторил он «Джабраил», «Читай», сказал он. И опять пророк сказал «Я не читаю». И когда третий раз прижав его и отпустил, Джабраил сказал ему «Читай именем Господа твоего, который создал». Тогда пророк прочитал за ним слова Всевышнего Аллаха «Икра бисми раббикел ладзи халак». «Читай именем Господа твоего», когда Джабраил ему сказал, он прочитал эти слова, потому что пророк читал ради Господа своего, который создал его и всех творений на этой земле и за пределами земли. Это что дает нам? Что мы можем извлечь из этого? Мы должны извлечь из этого то, что мы читаем, то, что мы изучаем Ильму, то, что мы обучаемся Ильму. Все это должно направлено на то, чтобы это было ради Всевышнего Аллаха, ради имени Всевышнего Аллаха, для того, чтобы поднять Его Слово. Если мы будем изучать Ильму именно для познания Всевышнего Аллаха, тогда Ильму будет, как уважаемый муфтик сказал, Ильму нафи. Полезное это будет знание. Давайте проследим дальше этот аят. сказал Всевышний Аллах. Читай ради Господа Твоего, который создал, создал человека из густка крови. Что мы можем извлечь из этого аята? В этом аяте нам Всевышний указывает на что, через что мы должны познать Всевышнего Аллаха. Мы можем познать Всевышнего Аллаха в творениях Всевышнего Аллаха. Познав творение Аллаха, мы можем познать силу и величие Всевышнего Аллаха. Вот это дает нам, указывает нам на то, что посредством чего мы должны узнать Всевышнего Аллаха, познать Всевышнего Аллаха. Ведь на Альмунафе это есть то, через что мы познаем Всевышнего Аллаха. Посмотрим дальше, проследим. Икра бисмироббикал ладзи халакал инсанамин аляк, икра вараббукал акрам. Читай, сказал он, читай, ибо твой Господь наищедрейший. Что мы можем излечь из этого аэта? Мы можем излечь то, что Всевышний, когда даровал нам знание, акл, ильму, он даровал нам самое большое, что он даровал тому своему творению, человеку. Потому что только человеку Аллах даровал акл, через которое, посредством чего мы можем обрести знание. И еще мы можем сравнить аяты, когда пророк сделал наставление Мусе, пророк Мусе, алейхиссалам, он сказал, О, Муса, я есть Аллах, нет Бога кроме меня, сказал он вот так. И ты сделай ибадат и установи намаз для того, чтобы поминать меня, Всевышнего Аллаха, сказал Всевышний Мусе. А ведь когда нашему пророку Мухаммаду, величайшему из пророка, когда такой же аят, когда ниспосылал, каким образом Аллах сказал свое наставление, Ты познай, ты узнаешь, что нет Бога кроме Аллаха. То есть ты посредством знаний узнай, что нет Бога кроме Аллаха. Это дает нам то, что мы должны изучать, не останавливаться на том, что мы получили диплом и уйти. Мы все время от самого Махада и Ла Аллаха, как говорится в хадисе, мы должны изучать Ислам, изучать, познавать Всевышнего Аллаха. Пусть нас Аллах наставит на этот правильный путь. И пусть нам Аллах дает знания полезные. Аль-Илму-нафи. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи таалла.